Здравствуйте! На прошлом уроке мы пришли к выводу, что с помощью определенного интеграла можно вычислить объем тела, образованного в результате вращения области под кривой вокруг оси х. Ну что ж, как я и обещала, рассмотрим конкретный пример. Я специально все стерла. Не хочу, чтобы вы запоминали формулу, по которой вычисляется объем тела вращения. Вы должны понимать, что и откуда берется. Ведь формулу вы можете в любое время забыть. Итак, давайте проведем оси. Это ось у, а это ось х. На прошлом уроке мы рассматривали график функции у равен корень из х. Давайте его используем и в этот раз. Вот так примерно будет выглядеть график. Это график функции у равен корень из х. Это ось х, а это ось у. И мы начинаем вращать эту кривую вокруг оси х. И предположим, нам нужно вычислить объем тела вращения, которое в результате получится на интервале от 0 до 1. Как вы уже догадались, в результате вращения кривой мы получим что-то похожее на чашку. Сейчас я попробую эту чашку изобразить. Рисуем кроп. Это верхушка чашки. Давайте и на графике изобразим это тело вращения. Вот у нас верхняя часть чашки. Вращаем график функции у равен корню из х вокруг оси х. Итак, дорисовываем нашу чашку. Ну что ж, попробуем вычислить объем этой чаши. Сначала мы выясним, чему равен объем одного слоя. Потом мы сложим объемы всех слоев, из которых состоит данное тело вращения. Давайте изобразим один из слоев. Или, пожалуй, возьмем слой, который представляет собой верхушку чашки, верхнюю часть тела вращения. Чему будет равен радиус этого слоя? Радиус слоя равен значению функции f в данной точке. А значение функции в точке равно корню из х. Значит, мы можем записать, что радиус слоя равен корню из х. А чему равна площадь основания слоя? Площадь основания слоя равна π умножить на r в квадрате. А так как радиус равен корню из х, то тогда площадь будет равна π умножить на корень из х в квадрате. А это то же самое, что и π умножить на х. Это выражение представляет собой площадь основания слоя. Если же мы хотим узнать объем слоя, то нам нужно площадь основания умножить еще на толщину слоя. Вот это толщина слоя. Она очень маленькая. Чем меньше значение толщины, тем больше слоев, и тем точнее значение объема тела вращения. И эта толщина равна dx. Таким образом, объем слоя будет равен площади основания слоя, которое мы только что записали, то есть π умножить на х, умножить на толщину слоя умножить на dx. Вот так может быть представлен объем каждого слоя. Таким образом, общий объем обозначим его как v с индексом o. Объем всего тела вращения будет равен сумме всех слоев, на которые делится данное тело вращения. Это один слой, вот еще один, еще один. Таких слоев бесконечное множество, они очень-очень тонкие. И чем больше таких слоев, тем точнее значение объема тела вращения. Вот почему для вычисления объема мы используем интеграл. Помните, что мы рассматриваем интервал от 0 до 1. Слой, который мы рассматривали для примера, будет, по сути, последний. Радиус этого слоя будет равен корню из 1, то есть 1. Хотя, в принципе, это не важно. Это я так, для примера. Каким же будет интеграл? Объем тела вращения будет равен определенному интегралу от 0 до 1. Нам нужно сложить объемы всех слоев, которые помещаются на интервале от 0 до 1. И под интегралом мы записываем π умножить на х умножить на dx. Очень простой интеграл получился. И он равен… π – это всего лишь константа. Мы можем вынести ее за знак интеграла. А чему равна первообразная х? Она равна х в квадрате делить на 2. Значит, это будет π умножить на х в квадрате делить на 2. Это первообразная под интегральной функцией. И нам нужно от ее значения в точке х равен 1 отнять ее значение в точке х равен 0. Чему же это будет равно? Это будет 1 вторая умножить на π, то есть π делить на 2, минус 0 делить на 2 умножить на π, или просто 0. А это равно π делить на 2. Вот и все. Мы нашли объем данного тела вращения. Согласитесь, довольно интересно. Ну, а на этом все. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...